Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре лифтбэк Volkswagen Polo. На видео автомобиль в комплектации Respect с бензиновым мотором объемом 1,6 литра с передним приводом и с механической коробкой передач. Цвет автомобиля бежевый, не металлик. Диски стальные, 15-дюймовые, с шинами размерностью 185х60. Задние тормоза барабанные. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида не предусмотрена. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Система без ключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темно-серых тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Водительское сиденье оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами рефлекторного типа. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 170 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена в блоке левого фонаря. Возвращаемся в автомобиль. Кнопка управления центральным замком. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. В этом положении джойстика включается электрообогрев боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Только водительский стеклоподъемник с доводчиком. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление бортовым компьютером. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 6,5 дюймов. В составе акустической системы 4 динамика. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. На дисплей мультимедийки можно вывести данные о текущем состоянии автомобиля, информацию о давлении в шинах, информацию бортового компьютера и настройки автомобиля. Климат-контроль однозонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Правая шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры. Кнопки выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «А-С» отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев двухрежимный. Кнопка включения парктроников. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом без подсветки. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположена кнопка системы «Эра ГЛОНАСС». Пассажирский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащён тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника регулируется по углу наклона. В центральном тоннеле предусмотрена розетка на 12 вольт. Перед рычагом коробки передач расположены подстаканники и два USB разъёма. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач механическая пятиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники. Немного погазуем. Теперь перейдём к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделён полкой. Заднее сиденье без центрального подлокотника. Карманы для вещей в спинках передних кресел не предусмотрены. Для пассажиров предусмотрены подстаканники. Задние стеклоподъёмники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится ручка с крючком. Теперь перейдём к осмотру багажника. Объём багажника составляет 530 литров. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сиденья необходимо нажать на кнопку. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. При сложенных сиденьях объём багажника составляет 1460 литров. Для закрытия багажника предусмотрен жгут. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объём топливного бака составляет 55 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырёхцилиндровый, объёмом 1,6 литра, с отдачей 110 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели лифтбэк Volkswagen Polo в комплектации «Респект» с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, с передним приводом и с механической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге «Дром». Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съёмках дилерский центр «Фольксваген Германика Химки». Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие ещё автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал «Дром». До скорых встреч! До скорых встреч!